И когда мы проходим во время Парикрама в Риндаване мимо этих мест, я горюю, что мы просто мимо проходим этих мест и не останавливаемся там и не говорим об этих играх. И когда мы совершаем Вриндавана Парикраму, есть такое место недалеко от Кешигата, называется Имлитал. В переводе Имлитал означает дерево Тамаринд. Это было одно из излюбленных мест Кришны пять тысяч лет назад. Он приходил на берег реки Иммуны и садился под деревом этим Тамариндовым. Мы объяснили один раз, когда Радха уничтожила Раса-лила. Когда она уничтожила, Кришна чувствовала очень много разрушений от нее. Он пошел в то любимое место, то Тамаринд. Он садился там, и он начал называть ее имя Радхе, 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 Радхе. Однажды мы уже говорили, как Радха покинула Танец Расы, и Кришна, Он так горевал, что Он сел под это дерево Имлитал, и Он горевал и восклицал, Радхе, Радхе, Радхе. И по мере того, как Кришна медитировал на ее качества и любовные взаимоотношения с ней, Его тело, грозовое тучи, цвета грозовой тучи превратилась в золотистый цвет, и оно имело такой же цвет, как цвет у Радхарани. И по мере того, как Кришна выкрикивал имя Радха, и у Него был цвет кожи золотистого цвета, Радхарани, она мимо проходила, и посмотрела на эту личность, и подумала, ой, кто же это такая личность, у которого цвет кожи такой же, как у меня. Затем она осознала, что это был ее возлюбленный Кришна. И тогда она сказала, каково же значение этой замечательной, поразительной Твоей формы? Ведь я никогда не видел Тебя таким. В чем значение этого? И тогда Кришна объясняет, что я просто погрузился в любовь к Тебе. И затем он сказал, что в Кали-юге, который скоро наступит, он явится и будет погружен, испытывает любовь в ту же, которую Радхарани испытывает по отношению к Кришне. И он будет раздавать эту любовь повсюду. И кто же это был? Господь Чейтанья. И Господь Чейтанья, когда он приехал впервые во Вриндаву, он говорится, что первое место, куда он пришел, это было именно это место, им летало, первое место, где он сел. И, конечно, он пребывал в монстре Радхарани, он сидел под этим деревом, он повторял Харе Кришну. И в это время, по мере того, как он был погружен в памятование Кришны, его тело превратилось, цвет его тела стало иметь цвет грозовой тучи. Есть замечательный стих Чейтанья Чаритамрити, Мадхья Лили, где описывает умное настроение Господа Чейтани. Говорится, что Господь Чейтанья имел обыкновение сидеть под старым тамариндным деревом и воспевать цветы имена. И в полдень он возвращался в свой кутир пообедать. Я помню это дерево, но несколько лет назад это дерево оставило свой кутир. И веточка с этого дерева была отломлена и посажена. И сейчас дерево новое выросло из этой веточки, то есть это потомок того тамариндового дерева. И сейчас, если у вас есть время, вы можете остановиться там, когда будете приходить по Пари Криомаргу и повторять там святые имена, медитировать на эту игру. Итак, сейчас мы находимся в древнем ашраме Дурваса Муни. И здесь живет истинный садху. Он погружен в баджану, он читает Шримад Бхагатова. И он довольно-таки молодой, ему где-то около сорока. И знаете, он настолько аскетичен, что он даже рубашку какую-то не носит или же чадр, и дважды в день он принимает омоление в Ямуне. И когда я прославлял его аскетизм, он сказал, нет, ваш аскетизм по распространению послания Бхагавадгиты по всему миру более возвышенная, чем мои аскезы. Но я ему сказал, я вот так же приду к тебе, одену только набедренную повязку, буду есть немножко и принимать омоление в Ямуне два раза в день. И на что мне он сказал, нет, ты слишком стар для этого. Он сказал, ты уже достаточно выполнил аскетизм в своей жизни, ты просто можешь приезжать и посещать это место. У него нет ложного эго, он один из таких редких личностей в Вриндаване. И он помнит, как мы приезжали сюда в прошлом году, он очень счастлив нас видеть, поэтому вы можете подойти к нему, выразить свое почтение, ведь мы должны выражать почтение в Раджаваси. И здесь, на этом месте, произошло множество замечательных игр, но я расскажу вам о них позже, потому что у нас, на нашу долю выпала такая удача, что с нами Бадхари Прабху и он установит нужное умонастроение для нас. Hasn't it been wonderful having Бадхари Прабху with us again this year? And Kala Samvara, who's always up front, leading the charge down to Parikramamarga. And this is my good friend again, Наратан, also from Mumbai, but he's an older Наратан. И мой хороший друг, Наратан, такой старший Наратан, тоже с нами. So, and we have Janavan the violin today again, so. And this very pristine, very beautiful spot, like Vrindavan was, you know, hundreds or thousands of years ago. Это место такое просторное, замечательное, напоминает Вриндаван, каким он был сотни тысяч лет назад. So, more later, after the bhajana. Итак, позже мы расскажем после bhajana, больше.